Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости в студии Алексей Юров. Смотрите в этом выпуске. В Норильске полным ходом идет расселение жилого дома на Московской 14. Напомним, угроза его обрушения возникла из-за растепления грунтов, поэтому жильцам предписано освободить свои квартиры до конца этой недели. В аварийном доме 57 жилых помещений. В 54 из них жили собственники еще в двух нанимателей по договору соцнайма. Собственникам предложили либо денежное возмещение, размер которого зависит от площади покидаемой квартиры, либо обмен на другое жилье. Те граждане, которые получили возмещение на майорный фонд, права не имеют, но имеют право на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, как граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И предоставляются жилые помещения для временного проживания. На период решения жилищного вопроса, заключения сделки, оформления документов для приезда своего жилого. К настоящему моменту денежную выплату получили 36 семей. Две семьи получили жилье в соцнайм. Еще две квартиры уже обменялись доплатой на другое жилье. Для семи квартир вопрос возмещения решается в суде, а еще 10 сейчас проходят процедуру оценки. Муниципалитет также организовал выезжающим из квартир на Московской 14 транспортную помощь. Для этого составлен график переездов. Те, кто переехал самостоятельно, могут обратиться в управление жилфонда с заявлением и возместить свои расходы. Продолжается работа с гражданами. Кто еще не подобрал жилое помещение или не готов определить день и время переезда, с ними работаем по включению график и организации погруза в общих работах. Ольга Ерохина, Норильские новости. В Норильском государственном индустриальном институте проходит масштабный экологический фестиваль. Сегодня там отметили День воды. В институте этот праздник отмечается уже пятый год подряд. Студенты в своих докладах не перестают находить все больше новых удивительных фактов про воду. Тему продолжит Светлана Кудряшова. Знали ли вы, что в среднем за всю свою жизнь каждый человек выпивает примерно 35 тонн воды? На образовательно-просветительском фестивале собрались студенты, которые могут удивить и не такой информацией и готовы всем рассказать о многообразном ресурсе земли. За последние 60 лет водопотребление увеличилось практически в пять раз. Человек ежедневно использует около 200 литров воды. Пикина Анастасия уже четвертый год выступает с докладами. В этот раз она рассказала об истории праздника и о том, как важно понимать ценность воды. Поражает информация, как много воды питьевой мы тратим. Вы не задумываетесь, а потом смотрите информацию. 100 литров воды ребенку нужно в день, а столько воды уходит во время вашего пятиминутного душа буквально. То есть вы моете из душа три минуты и не задумываясь о том, что в другой стороне кто-то вообще не моется и эту воду даже пить не может, потому что у него его нет. Более трех миллиардов человек, проживающих на земле, никогда не видели снежинок. Но мы живем в Норильске и снег нас окружает буквально девять месяцев в году. Поэтому Диана Плотникова недолго думала, о чем будет ее научный доклад. Узнала много нового и призналась, была покорена фактом, что самая большая снежинка была зафиксирована 28 января 1887 года во время снегопада Форт Кео, штат Монтана, США. Ее диаметр составил 38 сантиметров, а толщина 20 сантиметров. Существуют большие снежинки. Это, наверное, самое интересное, что я узнала, не ожидала. И что какому-то человеку было не лень делать пять тысяч фотографий для того, чтобы узнать, что все снежинки совершенно разные. В институте отмечают, что студенты с удовольствием принимают участие в таких фестивалях. А главное, что ребят с разных курсов и направлений объединяет одна тема. Идею выдвигает кафедра, преподаватели. Ребята подключаются и уже они даже выходят за рамки поставленной задачи. Им это интересно, они роют землю. Они находят много интересного, важного материала. В организации фестиваля приняло участие более сотни студентов института. Экологический фестиваль продлится до 30 апреля. С расписанием и временем проведения каждого дня можно ознакомиться на сайте Норильского государственного индустриального института. Светлана Кудряшова, Евгений Журнов, Норильские новости. Дознаватели Таймыра направили в суд дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении сибирского сетра. Эта рыба является краснокнижной. На скамье подсудимых окажется норильчанин. Инспекторы ДПС обнаружили в его машине три мешка, в каждом из которых находилось по четыре фрагмента рыбы. Как пояснил сам мужчина, мешки он нашел. Они стояли в окружении стаи собак. Отогнав животных и обнаружив рыбу, горожанин решил забрать добычу себе. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. В отношении норильчанина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. На лыжной базе Ольгуль прошли корпоративный и спортивный праздник лыжня Норникеля и семейные старты Полярная Олимпиада. В программе были и забеги, и эстафеты, и концертная программа. Всему продолжит Надежда Машарова. Лыжня Норникеля и Полярная Олимпиада – это всегда большой праздник, который объединяет взрослых и детей. Последним было особенно весело. Юные норильчане принимают участие в эстафетах с по-настоящему спортивным азартом. Как настроение? Прекрасно. Боевое? Да. Готовы к старту? Да. Погода супер. Готовы к победе? Да. Заряд позитива сделал свое дело. Семья Чумаковых заняла второе место среди 16 команд, которые принимали участие в семейных стартах. В забегах принимали участие не только семьи, но и руководители компании. На старт вышли 12 человек. Кроме того, на лыжной базе «Ульгуль» состоялась и Полярная Олимпиада. В ней приняли участие 11 команд. Семья Першиных участвовала впервые. Это не помешало команде забрать бронзу. Не ожидали, наверное, да, вообще призового места? Да. Не ожидали, но тем не менее надеялись и старались. Как могли, старались. Скоро поедем защищать газовиков в Сочи. Это был как бы такой старт для нас. Что касается основных забегов, среди предприятий Норильска и Таймыра лучшими стали спортсмены из сборной Норильска. Неудивительно, команда объединила и преподавателей спортшкол, и ветеранов лыжного спорта. Сегодня был пробег 15 километров. Старт был 9-15, очень рано. И вышли, конечно, самые отчаянные, самые смелые, потому что было не очень много народу, скольжение было плохое, свободный ход. Ну, тяжеловато сражаться в таких условиях. Но самые сильные, самые смелые вышли и отработали. Всего на финальные старты вышли сотни спортсменов. Любители активного образа жизни не останавливали ни ветер, ни совсем не весенний 20-ти градусный мороз. Мы хотели подарить этот праздник, особенно, как правильно сказали наши друзья-сколы. Целый год мы друг друга не видели. Надеюсь, что это будет то открытие, которое уже больше никогда не прервется, и мы также регулярно будем встречаться на наших спортивных праздниках. Прошедший год унес существенные коррективы практически во все сферы. Но вместе с тем, сегодняшняя наша встреча является ярким примером того, что компания делает все для того, чтобы наше настроение в коллективах спортивное развивалось. Праздник был и у тех, кто не вставал на лыжи. Для норильчан и гостей города была организована большая праздничная программа с интерактивом, концертом и полевой кухней. Был и настоящий долганский чум, где гостям предлагали попробовать традиционную кухню и даже покормить духа огня. Аккуратненько. Сейчас откроешь. Вот. Молодец. Давайте поаплодируем. Всего в лыжне Норильска приняло участие порядка 2200 человек из 27 предприятий и структурных подразделений компании. Мероприятие объединило пять городов. Норильск, Красноярск, Мурманск, Манчегорск и даже Саратов. Общий итог пройденной лыжни составил более 11,5 тысяч километров. Надежда Машарова, Андрей Дудаев. Норильские новости. Лыжная база Ольгуль приглашает норильчан серебряного возраста принять участие в проекте «В спорте только бабушке». Он победил в краевом конкурсе молодежных проектов, получив грантовую поддержку. В рамках проекта будет проведено 12 занятий по скандинавской ходьбе до людей старше 50 лет. Также запланирован мастер-класс для широкой аудитории. Набор в группу стартует уже в мае. Вся информация по телефону, который указан на ваших экранах. Отметим, сегодня в Норильске проживают около 6 тысяч одиноких пенсионеров, которые летом по различным причинам не покидают Норильск. Именно для них придуман проект, который предполагает решение проблемы отсутствия физической нагрузки. Напоминаю, что следить за нашими новостями вы можете на сайте norilsk.tv. А если новости есть у вас, присылайте их на нашу электронную почту. Адрес вы видите на экране. А у нас на этом все. Я с вами прощаюсь. В студии был Алексей Юров. Всего доброго. Мой прадедушка Петров Павел Николаевич. Он прошел всю войну от первого и до последнего дня. Домой вернулся только с ранением в бедро. Наверное, родился в рубашке. Он умер в 1990 году, за год до моего рождения. Мне так и не удалось с ним познакомиться. Но я горжусь своим прадедом. Если вы тоже хотите рассказать историю о вашем героическом предке, звоните 34 32 32, записывайтесь и приходите в эту студию. Вашу историю услышит весь Норильск. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите на 24-й кнопке в кабельных сетях. Концерт 17-го городского фестиваля национальных культур. В программе принимают участие коллективы национально-культурных объединений города Норильска. Начало 26 апреля в 19 часов 45 минут. Только на телеканале Норильск ТВ. В нашем заполярном фестивале. Вакцинация сделает нас сильнее. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Задолженности по имущественному и транспортным налогам. Записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется.